Приветствую коллеги! С вами Сергей Ломака и сегодня мы разберем инструмент H7. Что это за бот, алгоритм работы? И многие из вас, заходя на официальный сайт H7, видят какие-то баи, какие-то селы. Что это такое, как работает бот, как понимать реализованный и нереализованный PNL и как посчитать, сколько бот принес вам прибыли по тому, либо другому активу. Давайте не затягивать, приступаем. Я люблю зарисовки и это более наглядно показывает, как работает инструмент. Многие из вас говорят, что это сложный инструмент, но я сразу хочу разочаровать тех, кто так утверждает. Если вы сможете понять три этих предложения, значит инструмент для вас не такой уж и сложный. ПНЛ, другими словами, Profit and Loose, прибыль и убыток. Реализованный PNL, это уже полученная прибыль. Нереализованный PNL, это ожидаемая прибыль. И, скорее всего, вы возразите, ну так есть же убыток, Сергей. Сразу хочу разочаровать и хейтеров, и тех, кто будет смотреть видео. Бот не торгует в убыток. И убыток, так называемый, это нереализованная, либо ожидаемая прибыль по тому, либо другому активу. Я для сравнения привел вам две такие таблички. В одной мы рассматриваем исключительно реализованный PNL плюс 4К. А во втором нереализованный PNL, итого 54К. Я взял две ситуации на примере битка. Итак, внизу я расписал все основные действия, которые мы совершаем. То есть, у нас депозит 70 тысяч USDT. Мы выставили сетку на 50 позиций, какую-то стоимость позиций, и запустили актив BTC по цене 70 тысяч. Красным я выделил диапазон торговли актива. Итак, с 70 тысяч мы начали. Он в какой-то момент времени сразу же сэ, ой, бай, бай, закупал актив. Дальше распродавал то, что уже закупил. Дальше снова набирал позиции. Дальше здесь, вот здесь проторговочка у нас была. После чего он распродавал здесь все то, что здесь накупил. Я немножко буду грязновато делать, но понятно. И на этом диапазоне, когда цена падала вниз, он набирал позиции. А в какой-то момент времени цена развернулась и полетела наверх. И он все, что набрал, вот в этом диапазоне, он аккуратно здесь распродал. Как-то некрасиво, и мы постараемся удалить все мои грязные штучки. Итак, думаю, с этим разобрались. Я показал, как по факту работал актив. Понятное дело, что это пример, но для понимания, я думаю, очень даже наглядно. Итак, что мы получили? Торговля BTC была в диапазоне от 70 до 35 тысяч. То есть на 70 мы запустили, цена опускалась до 35 тысяч. И дальше поднялась до цены 66 тысяч. Стикающая цена именно такая. Реализованный профит в приложении у нас показывается, где вот здесь реализованный профит. У меня стратегия, я просто с нуля запустил для понимания. У меня 0. Но мы предполагаем, что там будет 4 тысячи. И 70 тысяч USDT у нас находится на торговом аккаунте биржи. Из нереализованного профита у нас показывается 4 тысячи. Или 0.06 BTC. Это вы можете видеть в нереализованном профите здесь. А сумма позиций здесь в USDT. Размер позиции это то, что в битках. Теперь, я думаю, наглядно видно, что нереализованный профит мы видим здесь. Это то, что еще должно зафиксироваться. Это ожидаемая прибыль. Размер позиции это то, сколько у нас битка в наличии. А сумма, она оценивается из умноженной размер позиции на текущую цену. То есть сумма позиции может меняться в зависимости от цены текущей актива. Итак, по этому примеру, какой вывод мы можем сделать? Самый простой и понятный. Мы запустились на 70 тысяч. И на протяжении 4 месяцев у нас происходила торговля. Цена опускалась от 70 тысяч до 35. И вернулась на 66, не достигнув 70 тысяч. В этот период времени мы уже на проторговках заработали 4 тысячи USDT. И мы получили обратно своих 70 тысяч. Но при этом у нас еще в наличии остается биткоин. Который распродастся, когда цена от 66 полетит на 70-700. Ну где-то так. Потому что разница между покупкой и продажей у меня стоит 1%. При падении на 1% идет закупка. При росте на 1% идет распродажа. В этом случае мы получили еще дополнительно 0.06 биткоин. Теперь давайте рассмотрим, когда рынок постоянно падал. И что мы в этом случае имеем. Аналогичная ситуация. У нас депозит 70 тысяч. Сетка на 50 позиций. И мы стартуем 70 тысяч. У нас начинается проторговка. Вот в этом диапазоне. Здесь у нас набирает позиции. Здесь распродажа идет. Дальше снова набор позиций. Снова распродажа. И цена через 4 месяца. Текущая, как я и сказал. Допускаем 35 тысяч долларов. При этом нам показывает реализованный ПНЛ в размере 4 тысяч. Это те деньги, которые заработаны на вот этом движении. Падение и рост. На росте он распродал то, что закупил вот здесь. Падение, рост. При каждом колебании падение, рост. Вот эти вот распродажи происходят. Итого, у нас на бирже осталось 20 тысяч USDT. При этом нереализованный профит, как я и показывал, вот здесь. Он у вас показывается и в позициях, и в стоимости. Нас составляет 54 тысячи. Или это 1.63 биткоина. Итого, что мы имеем во втором случае. Мы запустили стратегию на 1, на 70 тысяч USDT. У нас как бы по факту был 1 биткоин. При этой цене. Пока рынок падал, поднимался, падал, поднимался. За 4 месяца у нас осталось 20 тысяч. Это чистого, ну, торгового USDT на бирже. И при этом у нас 1.63 биткоина еще в наличии. К чему я это говорю? То есть, ну, достаточно просто, кто не понимает, как 1.63 биткоина, 54 тысячи. Расчет же с текущей цена 35. Ну, посчитайте, сколько будет. 35 тысяч это 1 биткоин, а 64 это 1.63. По факту, в данной стратегии, помимо того, что у нас еще остались USDT, так мы еще остались и с большим количеством битка. То есть, при падении рынка, у нас средняя цена где-то вот здесь будет. Теперь подводим вывод. Что такое реализованный и нереализованный профиль? Реализованный P&L, это когда куплено дешевле, продано дороже и зафиксировано прибыль. Нереализованный P&L, это когда куплено каждый раз дешевле, вау, привет лапка, но еще не продан актив дороже, так как цена находится ниже цены покупки. А я с самого начала говорил о том, что никак не торгует бот в убыток. Это спотовая торговля. Итак, опускаемся ниже. Я уже рассказывал о том, что есть бычьи, медвежьи или флет на рынке. И при росте актива он покупает, продает, покупает, продает. При падении он только закупает. И при росте он распродает то, что уже купил. На флете все понятно. В каждом диапазоне он торгует. При подъеме покупка-продажа, покупка-продажа. При падении только закупка. При росте распродажа того, что закупил. Не будет такого, что если у вас здесь закуплены позиции на этом движении. Здесь он будет покупать-продавать, покупать-продавать. Он только будет распродавать уже закупленные активы. Логично. Медвежий рынок, закупки, распродажи, закупки. Рассмотрим. Здесь у нас скорее медвежка-бычка. Либо это все флет. Так называемый. Здесь медвежка. При медвежьем рынке мы свои USDT переводим в криптовалюту. При росте мы свою криптовалюту распродаем за USDT. Отсюда вывод. За что мы платим лицензию в хэш 7 в размере 100 баксов. На текущий момент лицензия стоит по скидке 100 долларов. Или 8-34 доллара в месяц. Мы платим за инструмент, который вместо нас, пока мы путешествуем, кушаем, куда-нибудь с детьми идем, просто наслаждаемся жизнью, приносит прибыль. То есть мы свои деньги отправляем в работу за 8-34 доллара в месяц. Далее лицензия после 14 августа будет стоить 140 долларов. И это уже 12 долларов в месяц за то, что наши деньги работают вместо нас. Хотите вы отправлять свои деньги на работу? Используйте инструмент хэш 7. При этом не забывайте, что даже в момент, когда вы смотрите это видео, рынок движется. А следовательно, ваши деньги приносят вам прибыль. На этом все. С вами был Сергей. Пишите в комментариях, какие вам еще нужно сделать обзоры для понимания, как работает инструмент. И, конечно, зарабатывайте вместе с хэш 7. С вами был Сергей. Пока-пока.